Играет музыка Мы можем открыть учебники свои и следить по этим учебникам, за тем, что она говорит. Здесь есть очень плотная информация и очень трудно вместить в короткое место. Поэтому я думаю, что сегодня сработает вот такой момент. Представьте себе знания, как большое дерево, разветвляющееся. И здесь есть еще мелкие веточки и мелкие листочки. На первый день мы говорили о том, что знания столько сейчас много, что мы не можем все познать. Поэтому задача наша – научить людей учиться. Как мы можем научить людей учиться? Вот один из методов. Сначала обучение, с рождения. Мы даем основное знание ребенку, ведем его по этому. А потом мы ему показываем, что есть вот чтение, есть возможность писать, есть возможность математики, есть такая наука, как физика, химия, геометрия, есть такая наука, как методология преподавания и так далее. Мы открываем новые дорожки, и обучающийся теперь хотя бы знает, что есть такая ветка, что есть такие дорожки, и когда он захочет, он пойдет по этой дорожке и уже сам для себя будет открывать вот эти мелкие веточки знаний с различной области. Понимаете, да? Если же он не знает, что есть вот такая ветка, то он даже, для него это будет пустое место, для него это будет ничто. Поэтому одна из задач обучения – это открыть и показать вот эти основные веточки, может быть, какие-то боковые, а дальше, чтобы человек при необходимости мог пойти по этой дорожке исследовать что-то для себя. Итак, сейчас мы открываем вот эту интересную веточку, как общественное развитие, как психосоциальная теория индивидуального развития Эрика Эриксона. Пожалуйста, Валентина. Итак, как уже было сказано, тема моего доклада – это наше общественное развитие. Мы рассмотрим 8 стадий развития личности. Какие могут быть положительные и отрицательные результаты на каждой стадии? Второе – критика теории Эриксона. Третье – почему христиане должны интересоваться ростом и развитием человека. Четвертое – применение этой теории в церкви. Ну и пятое – заключение. Рассматривать будем на основе психосоциальной теории индивидуального развития Эрика Эрикса, как было уже сказано. Итак, обучение – это сугубо индивидуальный и общественный процесс. Способность учителя и ученика взаимодействовать, вести диалог и совместно принимать участие в процессе обучения в значительной степени влияет на конечный результат. Теория психосоциального развития Эрика Эриксона помогает нам проникнуть в суть развития человеческой личности и понять, как это развитие может помочь обучению или помешать ему. До труда Зигмунда Фрейда о теории личности, вышедшего около 1900 года, дети до 6 лет не считались мыслящими существами. Считалось, что они слишком молоды, чтобы знать или испытывать нечто существенное. Фрейд доказал, что наши эмоциональные и личностные особенности в значительной степени формируются в первые 6 лет жизни. Эриксон как раз учился у Фрейда, но считал, что его теория слишком узка. Итак, мы рассматриваем 8 стадий развития личности. Первая стадия – это от 0 до 2 лет. В это время ребенок полностью зависит от заботы родителей. Качество этой заботы и определяет отношение ребенка к окружающим. Какой же положительный результат? Здесь имеется в виду положительный и отрицательный результат. Это значит, если родители правильно обращаются с ребенком, то какой результат будет из этого. И если родители неправильно обращаются с ребенком, то тоже значит будет свой результат, только отрицательный. Итак, положительный результат – это базальное доверие, которое проистекает из постоянного и регулярного внимания к основным потребностям ребенка. Если ребенка ласкают, держат на руках, кормят и меняют ему пеленки, у него вырабатывается отношение преданности и доверие к тем, кто о нем заботится. Если заботы соответствующей не будет, то отрицательный результат таков – базальное недоверие, возникающее вследствие недостаточной заботы и пренебрежения. Дети, которым не хватает адекватной заботы в первые два года жизни, испытывают страх, подозрение и обиду по отношению к окружающему их миру, что, естественно, скажется, когда они уже становятся взрослыми. Это как бы имеет влияние и последствия. Вторая стадия – это 2-3 года. В это время дети начинают выполнять некоторые действия самостоятельно. Есть, одеваться, бегать, карабкаться куда-то. Они превращаются из беспомощных младенцев в детей, умеющих управлять собой. Какой же положительный исход на этом этапе? Это автономия, чувство самостоятельности и уже какой-то независимости от мамы и папы, способность делать что-либо по-своему, без ограничений. Отрицательный исход – чувство стыда и сомнения, результат чрезмерных требований или силового принуждения родителей. В зрелом возрасте могут испытывать трудности с самооценкой и управлением своими порывами. Третья стадия – это 4-5 лет. В это время ребенок хочет расширить свой опыт. Ребенок, обладающий хорошо развитым чувством независимости, стремится исследовать и испытывать свои собственные способности. Они хотят помогать родителям и нуждаются в заверении, что их помощь желанна, они любопытны и суют во все нос. Что положительного на этом этапе? Вырабатывается инициативность, побуждающая ребенка браться за стоящие перед ним задачи, пользоваться своей свободой для исследования окружающего мира и задавать вопросы, жаждут показать себя и испытать нечто новое. Отрицательные последствия – чувство вины, возникающее вследствие отношения родителей, которые отвергают инициативу детей или наказывают их за нее. Став взрослыми, такие люди впадают легко в депрессию, склонны к самоуничижению и имеют низкий уровень энергии. 6-11 лет – это четвертый этап. Дети помимо своей семьи начинают уже общаться со сверстниками в школе и на улице. Ключевой момент – начало формирования физических, эмоциональных и академических навыков ребенка. Какой же положительный результат на этом этапе? Трудолюбие, вытекающее из признанных успехов и вызывает общее отношение «могу-делаю». Развитие навыков превращается в приключения, доставляющие удовольствие. Отрицательный результат – комплекс неполноценности, который развивается как следствие неудачного опыта. Дети, не способные добиться результата, сильно отстают, потому что им не хватает эмоциональной силы для решения поставленной задачи. В дальнейшем, став взрослыми, они стараются наблюдать за происходящим со стороны и часто ставят под сомнение свои способности. Пятый этап – 12-18 лет. Это подростковый возраст, и все мы знаем, что это очень сложный возраст. И с молодыми людьми происходит основная часть физических, эмоциональных, социальных и психологических изменений. Изменения – это ключевое слово этого этапа, самого радикального из всех восьми. Подростки оказываются на нейтральной территории между зависимостью ребенка и независимостью взрослого человека. Основные их вопросы – кто я, куда иду? Начинают думать о своей системе ценностей, вере и отношениях, которые они унаследовали от родителей. То есть, то, чем мы их научили. Положительный результат – эгоидентичность. Человек чувствует себя уверенно, стабильно, знает, кто он и чего хочет добиться в жизни. Такая тоже формирующаяся личность. Отрицательный результат, который проявляется в неуверенности подростков в будущем, беспокойстве о том, кем стать, что делать, с кем вступать в брак. Смешение внутренних изменений, желаний, чувств и восприятий и внешних несоответствий, правил и ожиданий делает этот этап самым сложным из всех. Ну, как уже было сказано. Дальше шестой этап – 18-30 лет. Молодые люди мучатся отдавать себя другим людям. Сталкивают с кризисом интимных отношений с другими. Положительный результат – интимность, которая приводит к способности личности вступить в близкие отношения с другой личностью. Ну, здесь Эриксон подразумевает брак, естественно. Хотя, в принципе, здесь имеются, ну, вообще отношения интимные. И которые связаны с личными отношениями, основанными на открытости и взаимном доверии. Это значит положительный. Отрицательная – изоляция. Человек, неуверенный в себе, испытывает трудности в общении с другими. Им трудно делиться с другими и посвящать себя другому человеку. Они избегают социальных взаимодействий и склоняются к личной изоляции, затворничеству, одиночеству. Ну, сложно, в общем, найти контакт с другими людьми. Седьмая стадия – 30-65 лет. Ничего себе, такой расспрос. Это средние годы жизни. Самый длинный этап. Включает в себя кризис среднего возраста. Это я сама добавила. Кризис заботы о пожилых родителях, воспитании и обучении детей и внимании к заботам общества. Что положительно на этом этапе? В этот период люди очень продуктивны. В результате которой продуктивности взрослые люди посвящают себя заботе и наставлению следующих поколений. Как правило, в семье. Вне семьи – участие в проблемах общества. Продуктивные взрослые, плодотворные, производительные и участвуют в обучении детей. Отрицательные последствия – это застой или поглощенность с собой. Эгоцентричность, скука, апатия. Результат этой самой длинной стадии жизненно важен для здорового подхода к концу жизни. И восьмая стадия – это люди после 65 лет. Поздняя зрелость, уход на пенсию, человек приближается к смерти, размышляет о своей жизни и свершениях. Какой может быть положительный исход? Это общее чувство благополучия и удовлетворения жизнью. И отрицательный – это отчаяние. Вспоминает свою жизнь с презрением к себе и отсутствием надежды. Сожалеет о том, что не совершил, и волнуется, что время и жизнь уходят. Я характеризовала восемь этих стадий. Не все принимали теорию Эриксона, вот так прямо, так, как она есть. Находились люди, которые критиковали ее. И в чем же заключается критика этой теории? Она как бы имеет четыре стороны. Первое – это его теория, оказывается, рассматривала развитие мужчин той культуры, в которой воспитывался Эриксон. То есть к женщинам это особо не относилось. Вот он так ее задумал. Второе – это элементы теории довольно смутны и их трудно проверить. На самом деле, может быть, кто-то и может сказать, что на каком-то этапе ему это соответствует, а может быть, кто-то и нет. Третье – Эриксон больше основывался на собственном субъективном и личностном восприятии развития эго, чем на данных исследований. Такая субъективность ограничивает возможность проверки его теории. И четвертое – некоторые стадии очень сходны между собой. Например, автономность, инициативность и трудолюбие связаны с самостоятельным выполнением задач. Но, несмотря на эту критику, теория Эриксона проясняет многие важные стороны человеческого развития. Почему христиане должны интересоваться ростом и развитием человека? Все знают, что по словам апостола Павла, который он сказал Коринфянам, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Как бы в христианстве заложен этот рост, изменения на каждом этапе. Человек развивается, он не стоит на месте. И вот эта теория Эриксона может способствовать этому развитию. Потому что у нас же остаются какие-то свои страхи, недоверие, может быть, какое-то неправильное восприятие чего-то. И вот основываясь на эту теорию, можно, в общем, расти. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Применение в церкви. Каково же применение в церкви? Я опять пройдусь по восьми этим этапам. В чем заключается, как можно все это применять в церкви? Первое. Например, то, что касается младенцев. От нуля до двух, ну и совсем маленьких детей. Младенцев должны воспитывать определенные люди, а не случайные и все время разные няньки, должны участвовать в воспитании мужчины. То есть, как бы, глядя на эту теорию светскую, можно все это применять в церкви. Да, нужно, чтобы участвовали в воспитании и мужчины тоже, вот этих маленьких деток. Вторая стадия, это 2-3 года. Нужно создавать обучающие центры, где ребенок помещается в определенную среду, которую он может изучать свободно и без ограничений. Предполагаются разнообразные занятия, и руководимы квалифицированными учителями. Третья стадия. От 4 до 5 лет. Нужно организовывать определенного рода деятельность для поощрения и участия этих детей и поощрения, значит, их стремления к успеху. Быть готовыми отвечать на множество их вопросов. Потому что 4-5 лет, они задают очень много вопросов, вот эти почемучки. Важно быть терпимыми к промахам ребенка. 6-12 лет. Учителя должны уделять внимание успешному выполнению заданий, которые они дают детям. Помогать детям ставить реальные цели и добиваться их. Давать им возможность проявлять независимость, поддерживать тех, у кого что-то не получается. Ну, и для людей 18-30 лет. Здесь, как мы уже говорили, молодые люди интересуются проблемами брака. Ну, 30-летние тоже могут интересоваться этими проблемами. Можно, значит, создавать группы, где будет дан такой полезный совет вот в этих вопросах по поиску спутника жизни. Ну, и по другим вопросам, которые их интересуют. Седьмая стадия – это 30-65 лет. Дать возможность послужить, применяя свои духовные дары. Мы говорили, что эта стадия – очень продуктивные люди, поэтому для этих людей должны быть служения организованы, чтобы они могли в них участвовать и чувствовать себя занятыми и полезными. И седьмая стадия – это 65 лет. Этим людям надо помогать, любить и опекать их, потому что действительно все уже идет к концу, чтобы люди не впадали в отчаяние. И в заключении хочется сказать, что теория Эриксона представляет собой систему, показывающую взаимоотношения между человеческим эго и жизненным опытом. В целом она помогает людям развивать здоровые личностные качества. Продолжение следует... Продолжение следует...